всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life it's my life сегодня у нас суббота вечер 20 число я сижу монтирую видео видео за 13 число и вот поэтому такое маленькое интро я решил записать чтобы сказать вам что ситуация конкретно изменилась по магазинам я не скажу что случается потому что мы в них уже неделю не ходим вот а неделю мы плотненько сидим дома и в общем то сколько у нас когда вчера объявили вечером до карантин полный сегодня в полночь вступил полный карантин то есть праздно шататься по улице нельзя гулять на игровых площадках нельзя в общем многое нельзя и все это так сказать для того чтобы люди сама сохранялись самоизолировались вот поэтому вы сейчас посмотрите видео то что было неделю назад а в субботу у нас будет вечер а у вас будет воскресенье утром воскресенье утром пана по вашему у нас будет стрим прямой эфир так что приходите в гости задавайте вопросы мы расскажем ситуацию такую какая она есть на сегодняшний момент ну и просто пообщаемся воскресенье утро по вашему времени ну а теперь смотрите видео всем привет вы на канале наша жизнь в Америке и хорошая новость экзамена по истории не будет потому что у нас открыли колледж на месяц экзамен будет дома чтобы сильно студент не развиться сам ну и новость номер 2 у нас тоже закрывают школу это не та новость чтобы войти в костку надо найти тачку я думаю чу мужчина тачку берет на этом самом а мы нашли ее зайки ну что идем в костку посмотрим что там у нас сегодня в общем как немножко так сумбурно начали потому что находимся еще под впечатлением только вчера длина пленили занятия в колледже и так сейчас мы должны вам это показать мне кажется что мы наверное ничего покупать не будем потому что вот сейчас мы идем в центр магазина и тупо видим очередь в кассу которую надо отстоять длина мама не горюй вот такие вот дела но в общем сказать что тачки у людей переполнены не скажем опять сильно никто ничего не хватает но очередь в кассу это нечто это я не знаю на сколько короче не будем брать ничего в общем на этом наш репортаж из костка заканчивается наверно мы в этот влог еще запишем чего-нибудь но мы хотели там чего-то купить блин какого-то до паники нету но то что то что витает в воздухе как бы вот это вот все закрывают да дадим просто резин тачку а я думаю чего эта женщина пустую тачку оставлять она тоже зашла посмотрела видно в общем есть смысл стоять в очереди только если вы хотите что-то купить потому что мы такую очередь стоит в кассу длиной в магазин это просто ну почему мы пошли в магазин сегодня потому что все идет к тому что в общем-то похоже что скоро придется возможно может так получиться что придется стоять такие очереди очень позавчера говорили что школы закрываться не будут все будет идти по сценарию номер два разделение детей на группы чтобы они не кушали большим коллективом боли а как нам выходить надо через весь магазин что ли давай спросим же можем оставить тачку и но продолжим чуть позже в общем моя любовь только что выразила версию почему потому что мне кажется что когда закрывают какие-то признанные университеты это не всех касается сегодня в 12 что сказали что закрывают школы не сказали прислали до уведомления что с понедельника школа закрыт мне кажется это усилило панику людей что раз уже детей закрывают это касается практически каждую семью просто ну везде у всех в общем мысль такая что дети родители думают что вернее не думают родители получаются в ситуации что двум родителям надо работать и детей оставить не с короче вот такая вот ситуация у нас в калифорнии лос-анджелес каунти пишите в комментариях кто там чего где знает больше чем чем радио чем фейсбук чем телевизор давайте меняться информации а пока пока продолжаем репортаж в общем короче кажется ни хрена не смешно получается но начнем с того сегодня дождливый день как и многие из последних вот мы оделись курки опять взяла выглянуло солнце но это не страшно страшно то что мы увидели в хостке хоть тачки не перегружены но как бы эта очередь говорит о том что народ начал чесать репу и не только понимать что нужна вода и не только репу походу начал чесать сейчас мы подъехали к сенсфлабу тачка гремит подожди тачка гремит поэтому взяли потому что там может не быть таких ну давай короче тут сегодня аншлаг стоянка тут никогда как марина сказал закидать нет никогда не было заставлено и в общем судя по тачкам да всем складе люди покупают просто тупо набивают полные тачки реально у всех набиты кто полу берет сток асуну с тачки реально у всех нормально загружен ну очереди всем слабит нужно тут между собой говорили всегда были на кассу даже когда у них нет людей а сегодня сегодня я думаю будет намного больше очередь в кассу раздают салфетки на входе номер шип нам придется выключить короче истерический смех маришка еще еще и ждет на эту тему говорит все закупаются попкорном потому что реально стоит там коробка от попкорна в ней два пакета всего лишь так но очередь меньше чем в костке но тачки тачки в разы больше да пойдем брать сок в общем все хотел сказать о всем слаб не теряет надежду что начнут рваться без пропускных билетов так сказать и проверяет карточки на входе продолжает в общем короче ситуация истерически смешная но уже потихонечку начинаем понимать что нифига не смешно что то что хватали бумагу и туалетную бумагу бумагу говорю воды бумагу в общем это было предвестником таким какой-то бури сейчас начинают хватать все и общем кто не успел схватить бумаги тот и опоздал как говорится при этом учитель по музыке для маленьких детей мой профессор не теряет самообладание и горит увидимся в конкурсе на следующей неделе невзирая на то что официально уже колледж закрыт кто-то парканулся блин и не проехать вот так что короче как-то вот так вот нифига не смешно уже последний влог получается похож на какой-то блин репортаж из места событий не хотелось бы такого делать ну а что еще рассказать о жизни если мы рассказываем как она есть вот такая она есть смотрите клубнику блин посмотри просто разбирают клубнику пустой этот самый твою мать короче походу в магазин надо было идти не вчера а блин на той неделе вчера бери нашего два сока зайка пока он есть его поставить зато дома полный холодильник смотри пустые не сметана нифига блин ни молока блин короче полный апоколапс все пустое ну вот скажем мы видели четверых людей за все время это в маске двоих в костке и двоих вот здесь всем складе но полки просто вот смотрите холодильники все разрыты так что если кому-то еще смешно блин продолжайте ржать дальше а смеяться будет тот кто будет последний как это пройтись здесь в общем сэм склад подался гораздо большей паники чем просто ну там по крайней мере блин одежда еще лежала что будем брать идем на сухом помидорки уже не маленькие надо брать ты думаешь надо маленькие помидорки пора уже браться за помидорки в полном смысле короче взяли мы еще большие помидорчики взяли перчики мяса нет мяса дорогого ни хрена нет блин смотрите голые полки твою мать что за страшный сон творится все люди снимают голые прилавки что там объявляют по сути смотри так спиртное тоже разбирают зай погнали блин куплю ну а что чё нельзя а блин ну хоть типа не будем сейчас мы послушаем что объявляют короче купили четыре сока купили вот такую ладу но честно говоря вообще непонятно что покупать блин что делать у нас есть немножко консервов там туда-сюда просто ну реально насколько закупиться на неделю на месяц на год на два блин чанского вот его вообще не видно она стояла всегда выше головы блин на пару коробок не знаю как сегодня без торти нам честно затяжная так идем за каким-то луком люди зачем-то стоят люди ножи покупают что ли походу люди купили решили купить какую-то посуду как мы без торти столько она стоит не знаю как сегодня без торти нам жить когда вот такие вот голые полки блин стоят кругом ну короче я не думал что в америке я когда-нибудь такое вижу но походу сейчас это везде во всех странах если у вас еще не такое то я вам рекомендую затариваться нормально потому что судя по сводкам и тому что говорят нормальные уважаемые как их называют микробиологи что это начало и начало очень слабенькая такое что все еще впереди так что как-то вот так лук последний забираем походу смешно это не было лук что тоже какой-то алкоголь или и вино в общем народ заряжается ну что куда пойдем в консерву зайдем пойдем в консерву жаль какая разница сколько она стоит мне кажется затирать еще косяйка купила собачку коробку каши ай блин поржали на доллар дороже блин чем в коз прикинь зайдем по 6 а ни с чем по 6 по 6 грузи любовь и не спой кто будет грузить короче берем 4 или 5 зайка берем 5 ладно 6 а чего не слиплись их надо по 2 брать видишь их надо брать 6 8 как тогда говорили давайте помогу я помогу короче продолжаем ржать и истерить по себе не ржать а серёжа больше пока паникует мне кажется я не паникую я просто понимаю реально что завтра за этими продуктами придется стоять такую очередь как в италии ну так зайдок ничего нету посмотри вон впереди стоят голову за истер попали в аварию немножко короче разбирают просто все все разбирать и правильно делают потому что завтра просто за этими же продуктами придется стоять пускай они будут по той же цене но за ними придется стоять очень долго давай зай вокруг объедем смотри что делал мы хотели муку взять дала души давай возьмем просто я я боюсь того что придется стоять среди чихающих и и очень долгую очередь тратить на это время вместо того чтобы сидеть дома когда у нас на паре в среду вечером начал кашлять давай на него обернулась 50 пар глаз и посмотрел вот так в общем еще и взяли железную бороду и бросили в него еще чуть-чуть его прибьется а вчера мы были в дмв вчера мы были в дмв получали рил айди и тоже один черт чихнул так на него посмотрели все мы с маришкой переговорили и походу рядом сидел на русскоязычный человек который нас понял и мы втроем все поржали короче ладно мы сейчас тут что-то посмотрим потом вам расскажем я просто направил на голые полки камера чтобы вам показать рассказать зайка ты или тяни или не мешай так мы хотим что найти а мы хотим муку для оладушек найти зай а я хочу про вот эти гуми-беры спросить нет нет пошли зайка сказала нет сказала буду грызть макароны сыпьи без гуми-беров так ну что здесь мясо пока не разобрали сухое до него завтра доберутся наверно поп-корн вкусный мы не будем брать вот такие вот очки у людей в общем ну кто чем кто чипсами то чем все чем-то заряжаются ну и в общем вот такая вот очередь наверно мы сейчас с маришкой разделимся станем в очередь делами заниматься за кем я типа стою еще он уходит ты по подушкам ты идешь смотреть гигиену и и что-то еще а муху мы так и не нашли зайка надо пойти поискать боя боюсь у нее прошли вот так вот короче очереди не видно конце короче надо идти разгружать сосиски только две дают больше не дают вот такая вот фигня короче некоторые продукты только по две штуки там по четыре ограничено на одну карточку так что паники нет продуктов нет ничего нет короче счастливые обладатели вот такой вот офигенно полной тачки вышли из сэмсклаба даже не постояв в очереди в приложении есть функция scan and go то есть сам сканируешь потом все это в телефоне оплачиваешь через привязанную карточку и на выходе просто показываешь варкод его сканируют непонятно зачем и все и ты можешь идти единственное что а ну что в этом плюс нам сказали что нельзя брать 6 сосисок но вернее они имели ввиду не 6 а сказали так где нас у машина не понимаю очень далеко где-то короче сказали сосиски только две штуки на руки мы выложили 3 на всякий случай пока собирались в кассе стоять а потом когда начали сканировать в общем решили засканируем а там будет видно и в общем надо было сканировать 6 нужно возвращаться не будем то есть там пропустил и на выходе человек пропустил я думаю что он и 6 пропустил прям запыхался тачку неудобно толкать ее тянет немного в сторону ну в общем вот такая грустная ситуация складывается народ в сэмсклабе хватает конкретно все полки все пустые может быть но в кустке не было таких полных тачек сзади ну согласись мы шли и мы можем это в видео пересмотреть поэтому вот такой вот ну панически не панически да какой-то смешной не смешной как я сказал что не хотелось бы делать влог как говорится с места событий но вот такие вот события вот такие места так что вы были сказали что наша школа начала вчера ночью слали через каждое наверное полчаса информацию обновляли обновляли как у нас будут обстоятельства какие мероприятия полностью откладывать какие возможно переносятся а сейчас уже час и несколько часов назад дистрикта заслал всем и сейчас именно наша школа что уже пора сушить весла короче ну с другой стороны хорошо у нас какой-то сезон дождей начался тут два или три дня льет и вся неделя планируется следующее поэтому я считаю что даже лучше посидеть дома а вы были на канале не лайк и твой лайк пишите комментарии задавайте вопросы запасайтесь гречкой солью чем там еще до спичками обязательно чем запасаются обычно вот белоруссии мы всегда запасались гречки код гречка мыли на валютах так тогда мы запасались гречкой да потому что она все время дорожала все остальное у нас росло на огороде и в сарае а гречка не росла она росла на колхозном поле но блин ее неудобно было убирать сами ну вот но вот такие вот дела так что давайте меняться инфой всем пока увидимся в интернете не забывайте подписаться поставить лайк обязательно и колокольчик и все дела май-бай